Чика Ситап – одно из немногих европейских автокресел, которое можно использовать с пятиточечными ремнями до 25 кг. Обычно все пятиточечные ремни идут до 18 кг. И это часто неудобно, когда ребенок еще маленький, но быстро набирает вес. Мой сын, например, уже в 2 года весил 20 кг, и такая фишка нам была ой как важна. Ситап можно использовать с рождения. В нем большая удобная чаша, которая словно обволакивает малыша, поэтому спать здесь очень комфортно. По безопасности данное автокресло имеет сертификат F44, полученный в Нидерландах. Первое, что хочется отметить – это материалы. Здесь очень приятная дышащая ткань. Классный глубокий подголовник. Он легко регулируется при помощи вот такого рычага. Потянули, и он поднялся наверх. Нажали, он опустился. Положение кресла регулируется при помощи рычага снизу. Для новорожденного есть одно положение. Оно обозначено на основании автокресла синим цветом. Когда же кресло будет стоять лицом вперед, можно использовать три другие положения. Здесь стандартные для автокресла пятиточечные ремни безопасности. Мягкие накладки не скользят по ним при регулировке, так как фиксируются отдельно. Снизу на накладках антискользящее покрытие. Когда ребенок достигает веса в 9 кг, вынимаем матрасик. Вкладка в кресле сравнительно тонкая, поэтому положение новорожденного в кресле не горизонтальное. Основное покрытие кресла очень приятное. Оно словно имеет эффект памяти. Думаю, сидеть здесь реально очень комфортно. Всю ткань можно снять для стирки. Установить автокресло можно как на изофикс с якорным ремнем, либо только на штатный ремень, если в машине нет изофикса и крепления для якорного ремня. С рождения кресло устанавливается только спиной вперед и фиксируется при помощи штатного ремня автомобиля. Я не могу сказать, что ребенка здесь удобно укладывать. Скорее всего, при перекладывании из коляски он проснется. Когда ребенок достигнет веса в 9 кг, автокресло нужно перевернуть по ходу движения. Его можно установить при помощи изофикса и якорного ремня. Якорный ремень необходимо затянуть до зеленой отметки. Если в автомобиле нет изофикса и крепления для якорного ремня, можно фиксировать кресло штатным ремнем. Его нужно протянуть под креслом и вставить нижнюю часть ремня вот в такие держатели. А верхнюю продеть в боковой красный держатель, максимально затянув. Когда ребенок достигнет веса 18 кг и вы захотите продолжить использовать пятиточечные ремни, нужно переставить межпаховый ремень в положение B. Пристегнуть автокресло при помощи штатного ремня автомобиля и якорного ремня. В этом положении автокресло легко регулировать. Вот положение для сна. Среднее положение. И максимально вертикальное положение. Моему сыну даже в самом вертикальном положении было комфортно ехать и спать. В случае, когда в автомобиле нет якорного ремня, нужно убрать пятиточечные ремни безопасности. Отстегнуть их можно сзади на спинке кресла. Здесь же нужно отстегнуть и накладки. Далее убрать межпаховый замок в специальное отверстие в сиденье. И использовать автокресло со штатным ремнем автомобиля. Рост моего сына чуть выше 110 см. Как видите, в данном автокресле он сидит впритык. То есть данного автокресла вам хватит примерно до пяти лет. Если, конечно, ваш малыш не наберет раньше вес более 25 кг.